27 глава, 37-39 стихи. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обил его чистой плащаницы. На что сегодня упор делается? Благообразный Иосиф плащаницы обил. И поется в пестопеениях церковных и все благообразно Иосиф. Да обил, не обил. Вообще-то никакого отношения это не имеет к спасению. Я стал смотреть внимательно эти слова. Учился у Иисуса. И нигде ни в одном пестопении церковном этого нет. Вообще. Он учился у Иисуса. Сами себе скажите, ты это знал? Когда начало конкретно каждого спрашивать, на разе он учился на него? А где он учился? На каком курсе? Я вам рассказывал о слепом Георгии, фамилии Люты, из города Аканского, Красноярского края. Слепой, полностью, стопроцентно зрения нет. И он однажды одну плетку мою прослушал, и несколько раз приезжал в барону и ушел побеседовать. Я его спрашиваю, где он учился? Где бы какая беседа ни была, он везде успевал. Везде. Все поэмы знают. Службу всю знают. Жития святых. Я жития святых знаю. Я не могу точно сказать, какого числа он учительства называет. Знание его границ, и не мог определить даже магистр богословия. Он учился. И он один осудит нас всех. Завяжи себе глаза. Да без глаз и сегодня ты корову не найдешь в своей стайке. А он слепой. Кладет печи и ходит в городе. Дом себе построил. Я посмотрел, как он охорен на магитохон, какой ящик переносить. А кто делал? Сам сделал так. Да мне глазами даже одну стенку так не сделали. Знание Бог дает. Открывает. Матфея 11.1 И когда окончил Иисус наставление двенадцать ученикам своих, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Наставление окончил и пошел учить. Так наставление разве это научение? Не в этом еще смысл. Наставление по какому-то поступку. А учить это конкретно Священное Писание открывать. Ну теперь скажи. Когда в России было вот это поставлено, чтобы окончить наставление в храме, теперь священник пошел еще и занятия вести. Когда? Единицы какие-то где-то были, мы их давили. Давили, чтобы сведа не было. И наконец вот это давили. Дожали до конца. Народ-то темный. А чего бы народ-то пошел за беззаконниками, за безумцами, за убийцами кровожадными? Вчера же своих благодетелей, священников начали убивать, замораживать, пытать. Марка 2.13. И вышел Иисус опять к морю. И весь народ пошел к нему. И он учил. Вот пока не прочитаешь учил, задай вопрос, а зачем они к морю пошли? Ну к морю. Рыбу ловят. А какую рыбу ловят? Вопрос такой, как сразу стоит. Мы собрались, а вы там были, да, родственники. А с чем вы занимались? Я увижу, кто не приходит вечером. Вы не бойтесь этих людей каждый раз тревожить. Вы не были. Почему? Да я болен. Так мне больно, что ты не мог прийти. Вот это вот не будет уже. Да я на магитофоне послушаю. Может быть ты и послушаешь. А ты вот этого жеста не увидишь, что я сказал. А в нем может быть как раз все и есть. Господь пришел к морю. И начал учить. А я поставил все, пошел бы туда к нему или нет? Вопрос. А ведь это море, это не возле порога было. Это не во дворе было. Это надо было к морю. И посмотри, где море находится. И он начал свидетельствовать. И люди слушали. Всегда нужно чем-то жертвовать. Да, действительно, мы должны беречь время свое. Время – деньги. Но учиться у Христа – жизнь вечная. Тут никакими деньгами этого нельзя купить. Где говорить о Слове Божьем? Предпочти это выше всего. Как только заговорили, что нам нужно пойти слушать Христа, Евангелие, читать Библию, ты воображай, там сидит Христос, вот как Его изображают. И у Локио можно будет сесть. И как поближе-то подобраться. А Мария – это избрала благую часть. Если будет сказано Валентина – это была благую часть. И каждого по имени Господь назовет благую часть, которая не отнимется. Все остальное отнимется. А как отнимется? Ну как по разные причины – пожар, воровство, смерть. А вот то, что ты изберешь духовное – не отнимется. Не считайте свои болячки. Мы были больны. Настолько ли мы были больны, чтобы уши наши для Христа не посветить. Позволим Христу совершить свое дело. Видите как? Когда была возможность, говорить не дали сегодня. Пошли батюшки на пути, выгоди меня наконец. Истинные последователи. Вы забыли, где я первый проповедь говорю? После псалмов уткнулись все в книжке стоят. И Бог отнял этот свет. Главное православное, у меня свечка есть. Матфея 6.30. И собрались апостолы к Иисусу. И рассказали ему все, что сделали. И чему научили. Вот сегодня бы было епархиальное собрание. Ну, председательствующий апостол Павел. Кто бы что рассказал, чему научили. Могли собрать деньги какие-то, принести. С кем-то встречались. Особенно любят с главами администрации отношения добрые иметь, чтобы помогали. А кому вы засвидетельствовали о Христе? Мне приходилось встречаться с людьми, которые говорят, а вот у нас были люди, называют там баптисты или кто-то, а они вот принесли нам книжки. А вот вы православный, как на это смотрите? Я посмотрел и говорю, книжки хорошие. О наших книжках они один поп этого не скажут. Они сразу же говорят, уничтожьте, сожгите. Почему? Злобный дух. Осмодеев. Он душит и душит. Прежде чем сказать плохо, ты узнаешь, плохо ли это. Вот раздают яговисты книжечки свои. У них там много хорошего. Где говорят о Христе, что он не на кресте был. Ну, это такое незначительное место его. Проскочи мимо там. Перечеркни его карандашиком-то. На ста страницах одна страница плохая. Да хорошая книга или нет? Ну, покажи, что плохо, докажи. Приезжали туда адвентисты. Сто четырнадцать страниц. Сто двенадцать хорошие. Ну, две неправильные. Так их надо показать людям. Марка двенадцать тридцать пять. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. То есть Христос задал вопрос по Писанию. Что он может православному по Писанию задать? Сказать, а уничтожена стена, разделяющая еврейские народы. Как? Это главная тайна, которую Бог открыл. И по новому вопросу по Писанию к православному можешь не обращаться. А зачем? Батюшка знает. А кто вас благословил? Они знали слово благословить. Сегодня у них в апофеозе. То есть это вершина, что достигли. Батюшка говорит, кто вне храма говорит, гоните в шею. Спросите, кто говорил ему, кто благословил. Христос благословил, не понимаете. Я говорю, апостол благословил, не слышат. Все Священное Писание, не слышат. А чтобы человек, который запрещает, он благословил, такого не бывает. Он сам живет не по Писанию. Он не может благословить. Любой сектант благословит. Вот вчера мне звонит, сижу в комнате, да жили до чего, звонят из Америки. Минут двадцать разговаривает. Как ваша жизнь? Как у вас там свидетельство идет? Говорю, люди ищут лучшего, но многого не знают. Но видно по всему, люди очень хорошие. Тем более их отца знал, он приезжал на суд к нам. Он говорит, мы отдельно от всех баптистов отделились пять семей. Женщины в длинном одеянии, все в платках у нас. Откуда они это все взяли? Это когда у них там все в брюках и ничего нет. И всем свидетельствуем. Я, говорит, вот этих дисков распространил. В Россию отослал уже больше четырех тысяч. Вообрази! Ему никто не возвращает. Так еще посыл будет сделать? А получает сама жена, работает уборщиками. Где-то там в предприятии. Это маленькие деньги, совсем не худышные. И я подумал. Господи, сколько у тебя светильников во всем мире? Я ему послал книги. Он совсем согласен, только с иконами и с крестом не согласен. Уберите вот иконы и кресты. Вот уберите. Я говорю, если мы уберем, мы будем сектантами. Нас и так уже считают православными баптистами. Мы уж хоть за иконы пока держимся. Он не может понять, что иконы не идолы. А иконы сейчас все убери иконам и ничего не потеряем. Иоанн 3-2. Рави! Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Ученики все время называли Христа Рави. Это Учитель. Кто Рави? Конечно, Господь. Он единый наш Учитель. Мы молимся Духу Святому. Учитесь благоговеренно считать молитву Сарю Небесному Дешителю. Приди и селись. Мы все время как бы сомневаемся, а в нас он или нет. Давыд не сомневался, и Духа Святого не отними от меня. А мы просим, приди и селись в нас. То есть, по уровню этой молитвы, мы намного ниже царя Давида. Хотя, во мне сказали, нет. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Поэтому забота наша быть в Духе Святом. А злился человек, не слышит, настаивает на своем, это не в Духе Святом. В Духе Святом это ревность, превозможение боли. Вот привыкли некоторые днем спать. Беда. Ты от этого не избавишься, пока не скажешь беда. Один спал, другой бежал. Ну кто получит награду? Попроси Господа, он даст сил. Жизнь такая короткая, да еще спать. Я однажды говорю, когда все подсчитали, спать надо 7 часов, я внутри забунтовал. И начал каждый день урезать, урезать, урезать. Вот уже у меня сон стал 4 часа, 3 часа. Все еще организм держит. Наконец дошел в 2 с половиной. Дальше стал спотыкаться. Нет, дальше не пойдет. И вдруг, считаю, важные люди, такие как Эдисон, Элизаров, они спали по 3 часа. Арсений говорит, монаху достаточно 1 час. Ну конечно, по стенке сползать спиной, когда молятся. А работать-то по-хорошему, если где-то он опасно у станка, ну может быть 5, ну не 8, не 9. То есть однажды надо сказать себе, да, упущено. С сегодняшнего дня я начну это делать. Трудно. Я каждый день страдаю от желания уснуть. Я буквально падаю. Но Бог Милый еще ни разу не лег. И всех прошу, помолитесь. Меня сон стал одолевать. Он забивает меня. Прямо закрываю глаза и сижу и сплю. Забыл, забыл, Господи, скажу, как. Положу 100 поконов. Последний покон положил. Он сел только, 5 минут не прошло, опять спать. Правед, Господи, вы думаете, что я просто так езжу? Я сон разгоняю. Возвращаюсь через 5 минут, опять меня дей. Я понимаю, это дьявол душит. Он не дает мне молиться. И притом ежедневно, каждый день. Но стоит поддаться, я знаю, уже назад не вылезти. Дальше за каждый раз, что днем ложился, 10 дней надо будет бороться. А у меня уже года не осталось. Всего 11 месяцев жить. Иоанн 7,14. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Вот в половине праздника зашел бы Господь, да в половине службы. Ох, как мутовались бы. Да что учить? Да у нас служба идет. Вот мысленно вообразим. Зашел Христос в половине службы и стал бы учить. Ведь остановили бы его, арестовали бы, погнали бы его. А кто тебя благословил? Да у нас литургия идет. Я прямо представляю, как это было. Прямо по великому инквизитору. Давайте научимся все-таки входить в ту обстановку. Мы, если так разобраться, хуже тех жидов, которые Христа распяли. И мы так раз поступаем. Они знали Писание, мы не знаем. Они ждали Христа. А сегодня живем, но мы привыкли. Садимся за стол, помолимся. Иоанн 18, 20. Иисус отвечал ему. Я говорю явно меру. Я всегда учил в синагогах и в храме, где всегда иудеи сходятся. И тайно не говорил ничего. То есть Иисус всегда учил. Если Он говорит, последуйте за Мною. Всегда учил. Особенно, когда у тебя дети есть, так удобно учить. У тебя паства рядом, церковь. Вот он бегает. Останови его. Ты еще не упал с велосипеда? Давай помолимся, чтобы Господь тебя сохранил. Вот сейчас приезжали журналисты. Подходит журналистка, просит у меня в велосипед прокатиться. Ну да. А она надела длинное платье по нашему. А только поехала 20 метров, платье закрутила. Она упала. Помогли, выпуталась. А второй раз села, запуталась. Она сразу подошла, гляжу испуганная. А мне нельзя. Я грешница. Ваш велосипед меня с себя сбрасывает. Я никогда не падала. Я думаю, вот видишь, как хорошо. Даже велосипед и тот начал свидетельствовать. Деяние 4.18. И призвал их, приказал им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Кто запрещает? Беззаконники, распинатели Христа. Тех, которые в храме не разрешают. Они разрешают во всех храмах. Вот сейчас службы, где идут, священник не будет пропадать. А никому больше не даст. Дьякон молчит. Штецы молчат. Хористы молчат. Но благословите в штецам. Только положите, и пусть он говорит. Епископ об этом не заботится. Деяние 5.42. И всякий день в храме, по домам. И переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Это апостолы. И все христиане, написано, ходили и благовествовали. Не переставали. А здесь не начинали. Ну, это разные слова. И в храме, и по домам. По домам. То ли они не работали, у них скотины не было. Как они находили время-то? То есть ты к кому-то идешь, и думаешь зайти, и обязательно скажешь, Господи, а с чем я туда приду? Какое я слово скажу? Или помолиться надо мне. Обязательно идти к какой-то задели. Просто так не топчите землю. За все это придется отвечать. Старайтесь заручиться помощью друг от друга в молитвенной. Вот у меня Господь дал это понятие, какая нужда, кто позвонит. Я бегу к самым близким людям в деревне, скорее всех прошу, помогите. Проходит маленькое время и получает ответ. А ответ получил сразу же на молитву. Точно так же. Златоуз говорит, молитва не останавливается. А другой говорит, ладно, мы получили, можешь не молиться. Папа вернулся домой. А вот теперь ты и надо молиться. Уже эта молитва переходит на вторую ступень благодарности. А ложась спать вечером, прославим Бога на третью ступеньку. Попытаемся дотянуться. Слава Тебе, Господи, как нам хорошо. И отец с нами, и мирно день закончили. Слава Тебе. И с Тобой, Господи, мы. Аллилуйя. Римлянам 5.11. И недовольность сего, мы и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Когда знаем учение Господне, тогда слава Господне помогает нам ее раскрывать людям. Римлянам 8.39. Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отключить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашему. А понимаем ли мы это, что не можно отключить от Господа? А ведь это от Его Слова. Господь говорит, если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Ну хочешь узнать, ты любишь Его Христа или нет? Я не знаю заповеди, вообще ничего не имеешь. Вот тот Иосиф Аримапейский, написано, он учился у Иисуса. И его от любви Божьей ничто не могли, ни страх перед Пилатом, он пошел. Тот, кто учился у Христа, это другой человек. Он уже не выгодой, не своей пользой только пользуется. Он все время думает, а что скажет мне Господь? Притом молиться, это не в углу стоять. Ты можешь ехать, ты можешь на секунду только взор устрелить на небо и сказать, Отец, слушай травм Твой, и внезапно начнет открываться тебе то, что за столом не откроется. 2 Коринфянам 11.4 Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Это как раз относится к православным. То, что у нас сегодня идет, это все другое, это все иное. То, именно то, это только по Писанию. И как снисходители сегодня? Бабушки, они мрут буквально, иеромонах, одежда черная, и то другое. Остановитесь. Он пришел без Писания. Вы его остановите и спросите. Отец святой, ты когда в последний раз с народом был? Когда ты ему проповедовал? Всякие-всякие сказки знают. Приняли монашку, она только зашла. А у вас что, в доме мужчина? Тут нельзя нам быть. Да ты же сама просила снеги ночевать. А я думала, ты одинокая. Вышла во двор собака. Да где собака, там ангел не бывает. Она все знает. И она за один вечер нам столько раскрыла. Да как же не бывает собаки? Это ангел. Ангел, написано, шел в Стове. Ангел, Рафаил, Архангел. И с ними бежала собака, написано. Она не считала, ничего не знает. И сегодня строят эти монастыри. Мы находимся в самом настоящем кризисе по отношению к проповеди. Ефесянам 4, 21. Потому что вы слышали о нем. И в нем научились, так как истинного Иисусе. В нем мы научились. Вот они получили это послание официальное. В нем, во Христе мы научились. А где мы научились? В семинарии не учились. Где? Самое главное наше место учебы, это на коленях. Перед Господом. Прочитал и сразу на коленях. Господи, а как это понять? Как мне применить? Как это слово оживотворить? Как его раскрыть? Как другим об этом сказать? Понимаете, какая огромная внутри должна идти работа. Не просто прочитал. 1 Тимофеев 6, 3. Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения о благочестии, тот горд, забыл о прежнем ощущении. Кто не следует здравым словам. Как можно следовать словам и назвать их здравыми, если их не дали народу тысячу лет? Не дали. Люди знали службу. Я слышал это. Вот Корщина. Из Потерявки ходили туда. Нам проповедь... Они даже не понимают, о чем я спрашиваю их. Сегодня вернутся из храмов люди. Это старообрядцы, зарубежная церковь, новообрядцы. Все одинаковые. С любым всегда мы встретимся. Спросим, а у вас проповедь была? Ну как же, была. Ко мне приезжает один из Паладара, баптист. Миссионер разъезжает. Я говорю, а сколько у вас проповедников? Да я сейчас не знаю, 21 кажется. 21!